Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Сидникова. Как же я по вам соскучилась! Вы даже себе представить не можете. Но то были причины, не могла снимать видео, были какие-то неотложные, срочные дела, но я всегда о вас помнила. Были прогулки, был невезум, было плохое настроение. Сейчас все нормализовалось, все вошло в свою норму. Но, как всегда, то полоска белая, то полоска черная. Итак, продолжаю вязать два платья. Это туника, переделка. Я ее просто поставила в кадр. В кадр не хватает света, и она у меня как отражатель белого света. То есть, добавляет мне немножечко света. Итак, платье Аркабалена. Итальянская пряжа. Платье так и называется по названию этой пряжи. Пряжа Аркабалена. Это чистый хлопок. И хочу рассказать о своих впечатлениях при вязании этого платья. Не могу сказать, что из этой пряжи вязать легко. Легко вязать ажур. Но, поскольку у меня здесь вот кокетка ажурная, и это пряжа... Кстати, здесь не только пряжа Аркабалена, здесь еще пряжа Бэби Коттон от Янарт. Вот серый цвет, это Бэби Коттон. Так вот, вязать из пряжи Аркабалена лицевую гладь, даже несмотря на то, что она градиент, то есть, переходит один цвет в другой, и казалось бы, это интересно. Не знаю, может быть, такое настроение было, но вязать мне было немножко скучно. И она требует максимального внимания. То есть, где-то чуть-чуть меняется плотность, или как-то где-то недовязана петля, или еще что-то. В общем, пряжа мягкая. И вот это постоянное напряжение, что нужно все четко вязать, безо всяких, чтобы плотность везде была одинаковая, немножечко, конечно, напрягает. Но, повторюсь, возможно, на это влияло мое настроение. Значит, лицевую гладь распустить еще можно, и поднять там петельки, хотя пряжа очень мягкая. А вот если вы ошибетесь вот в этой вот, в этом рисунке ажурном, и вам придется перевязать, вот это я вам хочу сказать задачка еще та. Я уже дошла, сейчас постараюсь отойти подальше. Конечно, это не будет такая длина. Я только-только начала вязать кайму в этом платье. И вот там вот нужна очень такая внимательность. Получилось у меня 20 рапортов. В платье, которое я назвала Асоль, там 22 рапорта, то есть я немножечко уменьшила, потому что очень много петель получается на спицах, когда идет этот узор на расширение. Как уменьшила, я сейчас вам расскажу. Ну и расскажу о впечатлениях о спицах Книт Про, которые я недавно купила. Я уже даже забыла, как они называются. У меня были карбоновые, а потом, а, зинг, зинги, да. Много было всяких комментариев под тем обзором, где я сравнивала волос спицы. И вот сейчас уже провязав достаточно много на этих спицах, я скажу о своих впечатлениях. Итак, давайте сейчас покажу платье на столе. А, нет, стоп, сейчас вот покручусь, покажу, что платье свободного силуэта, вот так вот оно смотрится, но его можно еще носить под поясок. Кстати, я нашла очень давнишний, вообще я не знаю, сколько этому ремешку лет, но он очень сюда хорошо подходит. Сейчас я его примерю, и вы мне скажете, как вам больше нравится, в свободном силуэте, либо под ремешок. Итак, друзья, вот так вот смотрится платье с ремешком. Посмотрите, какой он красивый, несмотря на то, что он очень старый. Ну, наверное, не буду снимать, хотела подойти поближе к камере, чтобы показать, потом вспомнила, мы же с вами еще на стол переходим, расскажу вам, как я там чего делала, и заодно покажу вот этот ремешок. Он тоже вот такой вот цветной, и очень хорошо вписывается под это платье, где ниточка, градиент. Ну, в общем, красота красивая. Значит, платье для дочери, такое же платье, это уже третье платье с этим узором. Я продолжаю вязать, но на столе я вам его покажу. Но сейчас у дочери такая идея, постройнеть, и причем хорошо постройнеть, поэтому я там постройнеет, она по определенной методике, она там ее покупала, скажем так, отдала деньги. Но это не химия, сразу хочу сказать. Об этом немножко позже. Я посмотрю на нее, возможно, я тоже начну применять этот метод сброса лишнего веса. Так вот, я немножко приостановила вязание для нее, поскольку там идет сейчас интенсивный сброс веса, чтобы потом не перевязывать это платье. Но на столе я вам тоже его покажу, немножечко по нему продвинулась, получается красота красивая. Итак, давайте перейдем на стол. Итак, друзья, напомню пряжу, поскольку этот проект у меня уже затянулся, приходят новые люди. Напомню, что это пряжа Арка Балена от Сиам, итальянский хлопок, произведена в Италии. Значит, что здесь? Вес мотка 150 грамм. Я таких моточка покупала 2. Спицы здесь, видите, длина нити 600 метров. Считайте, это где-то 400 метров на 100 грамм, если я правильно посчитала. Несмотря на такую тонкую пряжу, видите, рекомендуют спицы 3,5-4. Почему? Потому что здесь 4 ниточки, как вы видите, очень-очень мягкие. И это, наверное, вот из-за этого можно вязать спицами такого размера. Значит, еще здесь вот такая пряжа Бэби Коттон, которая очень, на мой взгляд, хорошо сочетается и по мягкости, и по тактильности, и хорошо подходит цвет. Верх платья связан именно вот этой пряжей Бэби Коттон от Янарт. Здесь 452-й колор. Если вы захотите точно такое же платье, вот запоминайте колор. Кстати, я назвала здесь колор или нет. 21,18 аркоболена. И это 452-й оттенок от Янарт. Это полухлопок. 50 грамм, 165 метров. Здесь пополам. То есть, вот 50 акрил, 50 хлопок. Так, значит, вот отсюда я связала вот Бэби Коттон. Вот вы видите эту границу. Сейчас вот так немножко отойду, чтобы понимали. И перешла потом на аркоболена. Вот сюда у меня ушло около 175 грамм. Дальше пошла вязать аркоболена. Я меняла размер спиц. Начинала я кокетку вязать спицами троечка. Потом увеличивала, увеличивала. Есть отдельное видео. Конкретно не буду на этом останавливаться. Есть плейлист платья аркоболена. Кому, кто новенький, зайдете, посмотрите. Все там найдете. И сейчас, сейчас я вяжу спицами. Посмотрите, какой красивый градиент. Ой, красота красивая. Спицами зинги. Размер 3,75. Я не буду больше их менять. Вот 3,75 размер. И вот такая плотность полотна меня очень-очень устраивает. Значит, вяжу я двух мотков. От второго мотка. Вот они идут параллельно. То есть, кончается градиент в этом мотке. Перехожу на такой же градиент из этого мотка. Да, по поводу соединения нити. Девочки, очень сложно соединять хлопок. На нем все видно. Я пыталась соединять ткацким узлом, как я это делала в пряже, джинс. Тоже от Янарт. И там этот номер проходил. То есть, не видно этого узелка. В этой пряже так не получается. И я перешла на соединение. Сейчас вам покажу. Внахлёст. Я думаю, что вы знаете, как внахлёст. Ну, просто ниточка на ниточку накладывается. И вы соединяете. Там провязываете уплотнённой нитью. Поскольку нить на нить наложилось. Да, я провязываю 2-3 петли. И у вас получаются вот такие два кончика. Пробовала я потом эти кончики соединять. Тоже получается некрасиво. То есть, ну, этот узелок... Узелком пробовала соединять. Получается некрасиво. Что-то буду думать. Возможно, даже ничего не буду думать. Отрежу где-то вот такие вот кончики. Ну, вот так вот где-то, да. И всё. И вообще, это будет такое моё эксклюзивное платье. В том плане, что я не буду вот эти кончики прятать вообще. Вот с изнанки будут висеть вот такие хвостики. Пряжа мягкая. Это не видно. А вот когда начинаешь там что-то иголочкой прятать. Это сразу видно с обратной стороны. Вы мне скажете, можно применить клей. Да, можно. Может быть, когда я его приобрету, я так и сделаю. Я здесь просто склею эти кончики и отрежу потом под корешок, скажем так. Либо сразу буду склеивать клеем. Хотя я боюсь. Я не знаю. Я боюсь, что это потом при стирке как-то расклеится и всё на смарку. Вообще, напишите мне по этому поводу. У кого есть опыт пользования вот этого клея для пряжи, пожалуйста, напишите. Мне очень интересно. Потому что он не дешёвый, этот товар. Покупать как-то не хочется на выброс. Как у вас с этим? Так. Об этом я рассказала. Теперь смотрите, что у меня получилось. Вот здесь, как я перешла на вот этот красивый градиент. И почему так? Итак, смотрите. Вот идёт ещё вот такой серый меланж. Здесь уже всё больше и больше добавляется в эти четыре нити пряжи голубой цвет. И вот этот отрезок ещё от второго мотка, вот он, должен был идти дальше. Но я вынуждена была его оторвать, чтобы вот эта кайма листья у меня была однотонного цвета. Но мне так захотелось. Я не выброшу эту пряжу. Я, конечно, её вывяжу. Но вот это я добавлю после того, как вывяжется вот этот узор листья. Вот этот вот, да. То есть дальше пойдёт вязаться... То есть вывяжется вот этот сам лист. Вот этот. А дальше пойдёт вязаться вот такой ажур, как здесь. Возможно, он будет длиннее. Я думаю, что он будет... Ну, ещё буду вязать вот этим ажуром. И вот тогда я как раз вставлю, во-первых, вот этот моточек. И ещё я тоже отрывала вот этот моточек, который был началом середины пряжи аркоболена. То есть вы понимаете, низ платья у меня будет после вот этих листиков. Пойдёт плавный переход вот этот цвет. Вот так вот он здесь смотрится. Пойдёт вот этот цвет. И потом более тёмная окантовка платья. Я думаю, что это будет смотреться гармоничнее, во-первых. Потому что и начиналось платье с серого цвета. И закончится... Ну, здесь была пряжа Бэби Коттон. А закончится пряжей тёмного цвета уже аркоболена. Я к чему всё это говорю? Это пряжа. Это полный полёт вашей фантазии. Вы можете... Эти градиенты... Они видны. Это не окрас, а здесь просто идёт узелок. То есть вы не пропустите тот момент, где присоединяется другая ниточка. Здесь просто идёт узелок. Просто отрываете эту часть и начинаете сами там фантазировать, менять местами градиенты. Видите как? То есть от голубого... Вот как раз я свяжу голубым вот этим цветом листик, а дальше пойдёт вот такой нежно-серый. Вы можете менять местами сами, как хотите, вот эти вот цвета в пряже. В общем, это пряжа для любителей, которые не любят делать вот и до, а любят фантазировать, любят вносить какие-то свои нотки. И это она. Конечно, дороговато. Дороговато. 600 рублей стоит моточек. 150 грамм. Ну, для меня дороговато. Может быть, кто-то скажет, что это совсем недорого. Вот видите, в чём прелесть вот этих карбоновых спиц. Вот я открутила одну спицу, добавила наращенную леску, и я примеряю платье на себя. Сейчас начну дальше вязать, опять отсоединю эту леску и буду вязать дальше. Это, вернее, сказала карбоновая, не карбоновая. Это спицы Зинги. И вот мои впечатления. Я вам уже делала обзор этих спиц карбоновых. У меня есть Джинджер. Это докупленный размер, которого нет в наборе Джинджер. Уже не пойду за ним. И я докупала вот эти спицы Зинги, которые помещаются хорошо в этот набор. И я ими довольна. Ну, просто вот очень довольна. Они, эти спицы Зинги, полностью алюминиевые. Здесь нет приделанного наконечника, как у карбоновых. Девочки писали, что он там отваливается, то да сё. Они полностью алюминиевые. Они лёгкие. У меня ни разу не открутилась спица. Вот вы видите место для ключика. И здесь прекрасное скольжение. В общем, я довольна спицами. Девочки, не слушайте никого. Не слушайте меня. Не слушайте никого. Слушайте ваше сердце. Купите одну пару спиц и попробуйте. Потом уже будете думать, нужно ли вам покупать набор или ещё. И уже будете там рассуждать, что вам лучше купить. Либо в рассыпную, либо набор. На мой взгляд, вот этот набор из восьми пар карбоновых спиц просто идеально подходит. Его потом можно дополнять Зингами и другими спицами. У вас сразу есть чехол. У вас спицы в порядке. Вы можете этот прям целый набор брать с собой куда-то там в отпуск, потому что он лёгкий, этот чехол. Ну, здесь есть всё. И лески, и заглушки, и коннекторы, соединяющие лески. Здесь есть всё. Поэтому думайте сами. Да, напомню, что схема вот этого узора есть у меня, во-первых, во вкладке в сообществе, но там сразу немножко другая схема без вот этих вот накидов здесь. А вот именно вот эта схема есть у меня в Одноклассниках. Заходите, такой альбом схемы, и там её найдёте. Теперь, как я переходила на вот этот узор с рапортом в 20, вернее, в 20 рапортов. У меня сразу после того, как я вот вязала-вязала лицевую гладью, было 264 петли вот здесь. Это на 22 рапорта узора. 22 рапорта узора я уже вязала в платье Ассоль. Этого очень много. 792 петли в итоге, когда уже вы перейдёте, ну, на конец платья, да. И я решила уменьшить количество рапортов. Сначала хотела до 18, но потом, думаю, ладно, оставлю 20. То есть я на 24 петли я просто убрала. Вот в рядочке, когда я перехожу на кайму, я убрала 24 петли. То есть я провязывала каждую десятую петлю две вместе. Провяжу 9 петель, десятую две вместе. И повесила щёчек на палец и считала, потому что там, по-моему, 11 нужно провязывать вместе. Ну, я, чтобы... У меня почему-то никогда не совпадает. Вот делим там 264 на 24, считаем, какую нам петлю провязывать вместе двойной, получается 11. Но у меня почему-то никогда так не выходит. Поэтому я провязывала десятую петлю, но на счётчике считала, сколько я петель убавляю, чтобы выйти на 20 вот этих рапортов. Рапорт 12 петель. То есть узор начинается с 12 петель. Вот у меня, значит, что получается? 240 петель осталось на спицах. Если 20 рапортов, да, 240 петель. 24 петельки, провязав двойную лицевую, я убрала. Это никак не заметно в полотне, потому что сразу узор идёт на расширение. Поэтому вот эти 24 петли, которые вот здесь вот в одном рядочке у вас убавлены, вы их никак не заметите, поверьте. Можно убавить, я говорю, до 18 рапортов, потому что узор идёт, ну, шикарно так на расширение. Сейчас я вам покажу платье осоль, напомню, и вы сами убедитесь в этом. Вот моя красивейшая осоль. Кстати, не забывайте, что до 30 июня у вас действует 5% скидка в магазине пряжи Филата Итальяна. Я много рассказывала об этом магазине. Я знаю, что вы многие уже там заказали, и вы остались довольны. Почитайте отзывы тех, которые... У меня даже под видео много отзывов девочек, которые покупали в этом магазине. Пряжа там стоковая, итальянская, так что спешите. До 30 июня можно получить скидку при заказе. Нужно указать в комментариях Елена 2. По-русски пишите Елена 2, и вам сделают дополнительную скидку в 5%. Потому что там уже есть скидка от 5000, если вы покупаете больше 5000, вам уже идёт скидка 5%. Плюс бонус ещё 5% по коду Елена 2 до 30 июня. Так вот, вот это платье осоль. Здесь получается вообще полусолнце. Здесь 22 аэропорта вот этих узора. Видите, какое расширение пошло? Сейчас я, наверное, сниму планшет, покажу вам получше, подальше. Вот, видите, здесь прям получается полусолнце. Прям очень много. В платье Аркабалена, напомню, у меня 20 рапортов. Не 22, а 20. Можно даже было сделать и поменьше. Сэкономилась бы пряжа и время. Можно было сделать вообще 18 рапортов. Так что вяжем. Кстати, вот этот узор по петельным мастер-класс. Есть на канале, где я и нашла этот узор. Я, конечно, не вязала по мастер-классу. У меня достаточно схемы. Но есть очень хороший мастер-класс на канале «Вяжем с Лана Ви». Канал не ведется девушкой уже пару лет. Но вы найдете там этот мастер-класс. Я вам дам ссылку на этот мастер-класс по петельной, кому это интересно. Узор очень-очень красивый. Я уже, ну, третье платье вяжется у меня этим узором. И мне все нравится. Вот. Не надоедает. И смотрится это в разных платьях по-разному. Я немножко меняла схему. Есть видео об этом, как я удлиняла и меняла схему. Удлиняла листик. В этом платье я также и внизу буду удлинять листик. Ну, а по схеме листик вот такой вот, ну, менее короткий. Если вы сравните вот здесь вот листик и вот здесь вот листик, то мы видим где-то на сантиметра два вот этот листик длиннее. Как это сделать? Есть видео у меня на канале. Об этом останавливаться пока не буду. Ну, и как обещала, показываю такое же платье, которое я назвала свадебное для дочери. Здесь все гораздо меньше. И еще почему-то она решила постройнить. Куда еще стройнее, на мой взгляд. Ну, решила, значит решила. Там не столько постройнение, сколько очистка организма. Вот. Вот на таком этапе пока я остановилась. Как раз вышла уже до линии талии. Даже уже опустилась от нее на сантиметра три. Вяжу я из пряжи. Это чистый лен. Из магазина Филата Итальяна. Леночка громаднейшая. Благодарю. Не забывайте про скидку. Я вам все озвучила. Это шнурковый лен. Поэтому и по-моему 270 рублей стоит 100 грамм. Я уже не помню метраж. Но здесь тоже хороший метраж. 100% лен Лина. 3500. Да, был отзыв. Вы купили лен алого цвета. Белого там уже нет. 350 метров в 100 граммах. Классная пряжа. Немножечко такая грубоватая. Но после стирки все как бы меняется. То есть мы знаем, что лен после стирки, да даже от одной стирки он мягким сразу не станет. С каждой стиркой, короче, он становится все мягче и мягче. Ну, наверное, все, что я хотела сказать. Извините за такое немножко сумбурное видео выговорилось. Буду вязать, продолжать пока свое платье Арка Балена. Ну, а потом где-то через недельки 2-3, наверное, уже там закончится курс Аниного вот этого очистки организма. Посмотрим на ее вес и буду уже тогда корректировать что-то с этим платьем. А может быть, даже не буду. Может быть, будет свободного, ну, так, свободненько на ней сидеть. В общем, покажет это время. Немножко подожду. Тем более, мне есть чем заняться. Все, мои хорошие. На этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Мы пропадаем в парках. У нас погода то дождь, то солнце. Вчера мы провели целый день в парке. Больше 8 часов. Вернулись уже вечером. Сегодня, я думаю, тоже пойдем. Погода шепчет. Беру с собой вязание. И, может быть, сегодня сниму для вас какой-нибудь сюжет. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok